Друзья, всем привет! Я в гостях у Ильи Карташова, специалист по работе с оружием, в том числе холодным. И тема этого ролика – удар снизу прямым хватом. Да, на перекос. Хват пока только прямой рассмотрим на этих ударах. Значит, базовые те же самые. Вложение гарда вдоль большего пальца. Старт опять сюда. Чуть-чуть. Значит, куда пойдет по поводу прицела? Если опять берем человека в стойку, стартуем под локоть. Да, человеку сюда вот. Потом там могут быть вариации, но изначально тренировочные, под локоть прицеливаем. В зависимости от дистанции, чем ты дальше отходишь, тем выше будет попадать удар. Вот сейчас берем средненькую такую, на самое стартовое движение. Заходит. То есть, если человек стоит, вот туда примерно зайдет. Значит, какие там моменты по поводу удара? Заварен, нож должен быть немножко обухом наружу. Чуть-чуть туда вот, от вертикали. Я направлен немножко внутрь на позвоночник опять десятки. Понятно? Примерно так. Значит, какие нюансы на замахе? Он самый такой травматичный, наверное, у нас. То есть, при замахе рука должна проходить вдоль корпуса, вот здесь вот. То есть, не уходить туда вот за контур. То есть, при замахе, так вот, за контур водить нельзя, потому что при подвижной мишени попадают в себе по ногам. Даже здесь это было у нас, к сожалению. Вот, чтобы у этого травм не было, потому что там вниз можно попасть, а там кто-то не попадает. Вот. Нож за контур не уходит. То есть, он разгоняется только плечо, вот эта часть. Грудь, ну, вот как в апперкоте, то есть, когда в апперкот бьется, а так же бьется ножом. И положение руки немножко довернуто сюда, из этого угла лезвием внутрь, обухом наружу чуть-чуть получается. Понятно? То есть, обух наружу чуть-чуть, лезвие чуть-чуть внутрь. Либо ровно, ровно тоже можно ударить, но, конечно, понадежнее брать, когда скошен очень внутрь. И вдоль себя, сюда удар зайдет. Ну, вот этот скос сюда внутрь. Чем ближе, тем удар будет ниже-ниже уходить, в пах в том числе. Если отошел подальше, то... Ну, я издалека, в углу зайдет повыше, там уже к сердцу будет. Вот. Ну что, как по традиции, чайная пауза. Чайная пауза, да. Да, но не то, что вы подумали. То есть, сейчас я сделаю такой же удар, и мне тут же поправят ошибочки, да? То есть, встал, вот этот... Да, челю закрыто. Челю закрыто. Нож вверх. Нож вверх. Отсюда разгоняем. Да, грудью разгоняем. Грудью разгоняем. Плечо встает сюда. Плечо встает. Да, и вот тут пошел вдоль себя, до кармана. И... Вот так. Лучше, ближе к себе, на кругу рассыпление сделал. Вот так. Да. Вот. Видишь, обувь завалился внутрь. Чуть-чуть. То есть, должен быть так. А у тебя зашел так. Это не особо криминально, просто так понадежнее сама рука будет. Вот так. Чуть-чуть внутрь, да? Понял. То есть, как бы немножко ручку подогнуть. Она у тебя на старте уже должна быть собрана чуть внутрь. На старте уже. И с этого старта она не меняет положение. Итак, разгоняем грудь. Ногой разгоняем. Локоть отстает. Локоть отстает отсюда. И втыкаем вот таким образом. Аккуратно. Чайник в работе. Идем. Вот сейчас получше, да. Вот обувь наружу пошел. Ну, в принципе, со второго удара. С третьего уже. И контролированный. И контролированный. Да, старт повыше. Разогнал грудью. Локоть оставил. Да. Да. Вполне. Вот сейчас вертикально. Тоже можно. Я постарался никаких ошибок не совершать. Неспециальных, да? Есть как продолжение удара еще отсюда, но мы потом идем. Нет. Мы одеем промо. На обратном хвате закрывается тоже ударом снизу. Но уже на обратном хвате мы его потом отделим. Безопасность. О безопасности было сказано, что нельзя. Клинок за контур не убирается туда, за контур тела. То есть он должен быть обязательно в контуре. Работает только вот этот торчок. Опять же, помним о том, что мы стоим в шеренге. Да, если мы будем стоять, причем к ключу я бы выношил удар, да? То есть он у меня не, вот там, не его телом не угрожает, не моему. Он должен пройти ровно с отступлением. Ну, как у нас говорили, на кобуру. То есть вот ширина примерно, кобуру, под ствол. Ну, если она поясна. Друзья, кто хочет научиться хорошо бить ножом, а впоследствии понимать, что делать, когда вас бьют ножом в гости коллектор. Да, ну, когда у вас это сложно, но разобрать можно. Разобрать можно. Вообще, насколько шансы что-то сделать, защитные действия от человека, который умеет ножом работать и мотивирован? А кто их считал, эти шансы? От подготовки будет зависеть. Ну, какой-то маленький все-таки шанс. Они всегда повышаются в зависимости от автоматизма твоего навыка. Сколько ты реагируешь в любом направлении, как я вообще проговорил, да? Атаки с любого направления. Да. С любого направления. Да, просто мы еще в процессе работы, Илья показал вариант, когда он освобождается от захватов в ближнем бою. Мне очень понравилось, но это тема другого ролика. Да, ну, это все опять в ближний бой, и в ближнем бою клинка не видно, может быть. И вот сработать на автоматизме, и на ближнем бою, это, ну, это вот знание, умение, навык к мастерству дорога, согласно теорию спорта. Все, спасибо большое за безопасной работы, хороших учеников. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok